Короче говоря, я потерял память. Это был чудесный солнечный день. Я проснулся на берегу Лазурного моря. Попил свой коктейль и продолжил нежиться на солнышке. И всё было бы замечательно, если бы не один взволновавший меня вопрос. Как я тут оказался, что здесь вообще происходит? Нужно срочно узнать, где я нахожусь. Но сначала немного искупаюсь в море. Вроде бы всё. Я пошёл разбираться. Не хотел спрашивать у прохожих. Ещё подумал, что какой-то ненормальный. Стал вслушиваться в речь мимо проходящих людей. Тут говорят по-португальски. Тут по-французски. Здесь по-гречески. Здесь по-гречески-салатски. Повсюду иностранцы. Я понял, что я в России. И весь народ съехался сюда на чемпионат мира. И вообще, всё это время я ходил рядом с огромным баннером «Вы находитесь в Сочи». Вот теперь всё встало на свои места. Я успокоился. На самом деле нет. Я совершенно не помню, как оказался в Сочи. Достал телефон. Посмотрел историю переписок. Последнее сообщение было от Ромы пять дней назад. Но о нём я ещё помнил. Зашёл на его страницу ВКонтакте. Там было наше вчерашнее общее фото с подписью «Вот прилетели с Серёгой в Сочи». Офигеть. Я даже не подозревал, что Рома тоже умеет писать без ошибок. Я отправился искать его. Ходил по городу час, два часа, три часа. Сфоткался на склоне. Сфоткался у пальмы. Сфоткался с кипарисом. Сфоткался с Ромой. Пошёл искать его дальше. Стоп. Вернулся к Роме. Спросил, что мы делаем в Сочи. Но он сказал, что сам ничего не помнит. А его история началась так. Это был чудесный солнечный день. Я проснулся на берегу Лазурного моря. Попил свой коктейль. Я остановил Рому. Сказал, что, скорее всего, знаю продолжение его истории. Мы отправились разбираться вместе. Но сначала немного искупались в море. Решили включить логику. Рома сказал, что после приезда в город мы сразу отправились в солярий. Я спросил, с чего он взял. Он ответил, что в тот день солнце стояло в зените. Буква З девятое в алфавите. Девять при перевороте это шесть. В шести километрах от аэропорта находится парк имени Евгения Барсукова. На дворе год собаки, а собаки с барсуками не дружат. Я спросил, при чем тут солярий. Рома сказал, что эту историю придумал только что. У меня из кармана торчит билет на три посещения. Зачем нам билет в солярий, если мы прилетели на море? Ну да ладно. Мы открыли галерею в своих телефонах. Решили пройтись по геолокациям, указанным под нашими последними фотками. Накануне мы посетили пляж. Еще один пляж. Людный пляж. Пляж, не похожий на пляж. С нами все понятно. Рома показал выписку со своей банковской карты за последние несколько дней. Мы купили смычок от скрипки, розовый фонарик, две пары носков с надписью 100% мужик и 12 килограмм саморезов. Да, мы развлекались на полную катушку. Катушку мы, кстати, тоже купили. Рома сказал, что все это было заказано на определенный адрес. Мы немедленно отправились туда. Но сначала немного искупались в море. Дошли до той самой квартиры. Постучали в дверь. Ее открыла Марина. Мы удивились. Зашли внутрь. Стали расспрашивать, как мы и она оказались в Сочи. Она рассказала, что мы приехали сюда на отдых три дня назад и сегодня утром отправились на пляж и оттуда прислали это видео. Мы поняли, что это был солнечный удар. Отсюда и потеря памяти. Мы спросили, почему Марина не пошла нас искать. Да потому что вы, придурки, постоянно прикалываетесь. А, Марина, мы сейчас выпадем из окна. Марина, походу, тонем. Короче говоря, мы потеряли память. Ну а пока мы заказываем новые билеты в солярий, у тебя есть время, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. А также зацени предыдущие видосы. Они выходят здесь каждую неделю, а летом будут даже чаще. Так что не пропусти. А мы пока погнали купаться на море. Спасибо за просмотр.